Как встречают и информируют посетителей, условия и режим работы крупнейшей управляющей компании в Химках «Жилищник» приехал оценить глава округа Дмитрий Волошин. Центральный офис работает шесть дней в неделю. В воскресенье не работает? В воскресенье нет. А если у жителей какие-то вопросы, то что он делает? Он звонит в спечерскую службу. В центральном офисе «Жилищника» система маршрутизации посетителей, как в банке. На входе людей встречает специалист. Через терминал посетители выбирают интересующий их вопрос и получают талон. Начисление из-за должности коммуникации в домах, разъяснение по работе ресурсоснабжающих компаний и многое другое. По каждой проблеме с химчанами работает отдельный специалист. Всего в центральном офисе 25 сотрудников. У Дмитрия Волошина возникли вопросы по режиму работы офиса. Часов до 18.00, с 13.00 до 13.45 у нас объект. Это, наверное, не очень удобно. Понимаешь, 18 часов, потому что люди тут с работы идут. Вот что. То есть вы сделаете либо смены здесь в офисе, приемные. Ну, конечно, либо смены сделайте, чтобы до 8 часов управляющая компания работала. Обязательно надо. Либо это должны быть там. По идее всегда пятница не так работают. У нас сервисная компания, 800 домов точно, она не может работать до 6. Это невозможно. Центральный офис жилищника построен в соответствии с требованиями министерства ЖКХ Московской области. Это единый стиль оформления помещений, длительность приема не более 10 минут, электронная система оценки качества услуги посетителями, оказание дополнительных услуг МОСОБЛ ЕРЦ и МФЦ в стенах управляющей компании, наличие переговорной. Дмитрий Волошин рекомендовал расширить уровень комфорта и сервиса. Кофе по причине, что было, да? Для сотрудников? Ну, как? Ну, сколько дошел просто и... Да, да, да. Да, просто и все, чтобы жители приходили в сервис. Ну, например, мы так сели, поговорили, две чашки кофе выполнили. Так можно сделать? Да, можно. У нас же современная компания. Смотри, вот, работают современные все люди, да? Да? Все, молодежь. Оформили. Отлично. Да, хороший офис. Но вы его чуть-чуть покините немножко. Обход территории глава Химок продолжил по Химкинским дворам в районе домов на Ювелийном проспекте. Осмотрел детские площадки, в том числе те, которые сооружены по программе губернатора. Район густозаселенный. С утра и до вечера здесь много родителей с детьми. Сейчас все новое. Постелили новое покрытие. Классная горка. Хорошие качели. Лучше, чем было, это однозначно. В этом дворе все в порядке. Впрочем, еще 15 по всей территории городского округа Химки готовы не полностью. Подрядчики выбились из графика с опозданием. Привозят с завода малые архитектурные сооружения. Лавочки, урны, детские игровые элементы. Подрядчик не умеет свою работу делать в том виде, в качестве, которое нам надо. Какая-то ответственность предусмотрена, договорная же, правильно? Я и вам говорю, и Павлу, не ждите ничего хорошего. С понедельника от меня. Вот и все. То есть, если вы, вот у вас есть сегодня суббота, воскресенье, понедельник утром, вы мне сводку, какие дворы не сделаны, чего не доделано мне, да, подаете, и я начинаю вас штрафовать. Оценил глава округа и ремонт входных групп по программе губернатора «Мой подъезд». Дмитрий Волошин посетил дом на Кудрявцевой 4. Здесь установили исторические витражные стекла, положили современную красивую плитку и повесили новые почтовые ящики, а снаружи сделали пандусы, удобные ступеньки и стильный козырек. Все замечательно, всем все нравится, жители благодарны, говорят спасибо. Такого еще не было никогда у нас. А в Химках вообще, наверное, такого подъезда еще не было. Поэтому большое спасибо администрации и губернатору. Глава отметил, что ремонт действительно сделан на совесть и предложил подключить подъезд к системе «Безопасный регион». Оставьте камеры обязательно, это не стоит ничего такого. Пусть они будут, это на мониторе, это же не сильно, это общественное пространство. Да, здесь, чтобы оно в нашей безопасности было. Я думаю, что безопасный регион завести, конечно, но поставьте обязательно. Жильцы отмечают подъезд сейчас и до ремонта буквально небо и земля. Материалы для отделки они выбирали сами. Все разбито было и плитка, и все в ужасном состоянии, штукатурка стен отходила. Сейчас все это замазали, все сделали, дефекты вот эти все убрали. И очень хорошо стало, почти как в новостройке. В этом году по программе губернатора «Мой подъезд» в Химках отремонтировали почти 400 подъездов. Еще 16 в работе.